Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь, Сильва, ты меня с ума сведёшь, Если замуж не пойдёшь. Вот так, с песнями, крестик за крестиком, орнамент за орнаментом, каждый день. Наталья Николаевна Герасимчук шьёт подушечки для своего прамнука Вани. Шьёт и дарит людям в надежде на Ванину выздоровление. Когда-то очень давно была, значит, большая беда в Хиросиме. И там девочка больная делала голубей из белой бумаги. И говорила, что вот надо сделать там где-то около тысячи что-то такое, что тогда все люди поправятся, те, которые болеют. А я сижу и думаю, так, голубей, это не то. Что я могу? Я всегда любила вышивать. Я машинной вышивкой занималась и крестиком. Думаю, а дай я буду вышивать подушки. Вышью 50 штук сначала. У меня было такое задание. Для себя, да. Значит, я вышью, Иваня будет дарить. И каждый человек будет ему, значит, желать здоровья. Около 300 подушечек уже разошлись по городу и даже за пределы страны. Есть они в Узбекистане у родственников, в Дрездене у Ваниного доктора, в Нью-Йорке у друзей-телевизионщиков. У каждой свой неповторимый орнамент. Два-три дня и разноцветная подушечка готова. Сначала, значит, вот оно получается. А потом вот сшивается. Синтепон покупаем, нитки покупаем. Вот так. А ниточки какие? А простые катушечные нитки. Значит, если 40-й номер, то 4 нитки. А если 80-й, значит, 6 ниток. Вот таким путем. Это моя бабушка, да. Я с раннего своего детства, я видела ее активную жизненную позицию. Она никогда не стояла в стороне. Может быть, поэтому и у меня так вот все в жизни сложилось, что и я не могу стоять в стороне, когда что-то где-то происходит. Хорошее ли или не очень, да. Какие-то жизненные проблемы возникают. Нет уныния, хотя иногда и накатывает, потому что мы все живые, мы все разные. Но ее оптимизм самое главное. В семье пятеро детей. Старшая Негина, учитель истории, готовится к педагогическому конкурсу в номинации «Дебют года». Александр служит в армии, в морской пехоте. Получил благодарственное письмо от адмирала вооруженных сил Северного флота. Второклассник Егор хорошо рисует. Ваня готовится к школе. Самый младший Гордей контролирует все, что происходит в доме. Да. Гордейка, скажи. Давай. Пешка Е2, Е4. В большой семье, кажется, есть все. Любящие родители, дружные дети и их успехи, любовь и забота. Не хватает одного – здоровья для Вани. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Я, его руки, его ноги, также папа. Все. Какие цели и задачи? Максимально его вытянуть из этого состояния, чтобы он мог хоть что-то сам делать, чтобы облегчить в дальнейшем жизнь ему, детей, кто будет за ним смотреть и ухаживать. Но когда есть любовь, мне кажется, ты работаешь, работаешь, и результат все равно, он пусть мизерный, но он накапливается, и он будет. Но главная, мне кажется, задача такая, чтобы Вани поставить на ноги. Он все-таки должен пойти. Конечно, моя вера в это непоколебима, что он должен пойти, что он будет ходить рано или поздно. Потому что я верю в это чудо. Мы не лежим и не мечтаем об этом, а мы делаем все для этого. В доме все приспособлено для того, чтобы он сделал свои первые шаги. И поэтому будем ждать, будем верить, надеяться. Вот уже семь лет Ванин недуг еще больше сплачивает семью, где знают цену настоящему счастью, где вера помогает жить и радоваться каждому моменту, где один за всех и все за одного. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова